Эту выставку горожане ждали с нетерпением. Её авторы – группировка ZIP, признаны художественным сообществом, лауреаты премии Кандинского. Они специально приехали из Краснодара, чтобы сделать проект, который позволил бы владивостокцам по-новому взглянуть на свой город. Надо отметить, что краснодарский взгляд получился весьма неординарным. Проект стал для художников своего рода вызовом. Во Владивостоке они никогда не были и черпали информацию о городе из открытых источников. Всё, что им удалось узнать, авторы отразили в экспозиции. Родился вот этот концепт изоляции, который с другой стороны становится автономией. В этот концепт вписывались и тема тюрьмы, и тема казино, как автономности, и тема закрытого Владивостока, как закрытого города, и в то же время портовой зоны. Экспозиция представляет собой несколько помещений, соединённых друг с другом. Сначала посетители попадают в туалетную комнату, потом в игровой зал в китайском стиле, далее в импровизированный тату-салон, в котором можно будет наколоть татуировки по эскизам детей. Эта комната у нас связана с татуировками. Здесь находится такая теплица или парник, что, в общем-то, тоже отсылает к теме какого-то одиночества или изоляции. То есть закрытая своя экосистема, аналогично тому, как и свои закрытые системы со своими символами, знаками и какими-то убеждениями существуют в тюрьмах или лагерях. Последняя комната представляет собой жилище интроверта или гостинку. В ней есть только кровать и компьютер. Везде тигр, как символ города. При создании выставочных пространств художники использовали подручные материалы, которые нашли в заре, посетили китайские рынки, казино, подземные бункеры. И даже нарисовали игральные карты, сильно отличающиеся от привычных. Вместо мастей на них изображены русалки, иглы, хрустальный тигр и другие символы. Нет задачи погрузить посетителей в реальность. Скорее, вымышленное пространство. Поэтому стол казино, который здесь находится, оборудован зеркалом для подглядывания карт других игроков. Лично для меня, мне нравится, что реальность превращается в игру, а игра становится реальностью. Мне нравится, что весь контекст оказался переработан, и мы оказались в абсолютно фантазийном пространстве, при этом которое очень четко двумя ногами стоит здесь, на почве Владивостока, пытается ее осмыслить. Заметим, что выставка – только часть проекта. Другой частью инсталляции будет уличная скульптура на территории фабрики «Курилка», а также сооружение бара совместно с Московским ночным клубом. Выставка будет работать до конца февраля. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.